Субтитры создавал DimaTorzok Мы снимали их в 7 лет, потом в 14, в 21, и вот теперь первый круг жизни замкнулся. Но есть одно то, что всегда будет объединять этих людей. Они родились в несуществующей теперь империи – СССР. Но просто из любви к этой эпохе, из своего какого-то восторга перед этой первой любовью, которая была описана мастером, и какие-то свои передавал чувства, юношеские, подростковые. Милый! Милый! Тонечка, совсем сквознюшечка стали. Паша! Нельзя, милый, нельзя говорить, ласточка ты моя, залетная. Слава Богу, теперь будете жить долго, будете меня вспоминать. Паша, пропала наша Пашуха, в монашке постриглась. Это она за вас, Господу, обещалась. Уйду и уйду, и с ним жил, и уйду. А вы думаете, это не нужно никому? Ну, такая вот романтика какая-то, это непонятная история про эти паруса какие-то. Что это несовременно, что это не поймется, не актуально будет. Почему именно Алые паруса, Александр Грин, почему не Война и мир, не Котлован Платона? Я сам с собой все время нахожусь в каком-то вечном диалоге. И я не думаю, что он, наверное, у меня закончится даже. И я не думаю, что он, наверное, у меня закончится. И я не думаю, что он. Они мечтают. И я получил. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Я прекрасно все помню. Потом я жила в период самой кондовой и такой железобетонной, асфальтовой советской власти. И потом, к моему изумлению, абсолютно невероятно, эта советская власть вдруг упала. И никто не мог предсказать, что то, что мы получим, будет столь комическим образом на нее похоже, и все-таки другое, и все-таки это надо осмыслить. Это трудно осмыслить, потому что это тоже не берется двумя-тремя, так сказать, пунктирными замечаниями. Чрезвычайно интересное время. Поэтому нам, нашему поколению, жаловаться не приходится. Нам со временем очень повезло. И время уходит, и сеанс кончается, и поэтому я с большим вниманием отношусь к тому, что происходит вокруг меня сегодня. Но, в общем, конечно, у меня фокус-то там. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Павел Челищев. Открыватель новых путей в живописи первой половины 20 века. В 1919 году он эмигрировал с армии Деникина. И эта картина – первая работа художника, оказавшаяся в России. Полотно привезли тайно в виде свернутой в рулон декорации с балетной труппой Джорджа Баланчина в 1958 году, спустя год после смерти художника. По завещанию автора картину передали в дар Третьяковской галереи. И она плавно перекочевала в запаснике и пролежала там 40 лет. Только недавно она появилась в постоянной экспозиции. И так же, как полвека назад, она удивляет, а порой и шокирует зрителя, привыкшего совсем к другой живописи. Здесь все необычно и непредсказуемо.